МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И почему часть покрытия уезжают вместе с машинами? Безопасность в долгу. Президентской охраны Трампа досрочно закончился бюджет, куда пошли деньги и у кого просить на зарплаты секьюрити. Покушение на журналистов. Накануне поздно вечером в городе Авидиополь, Одесская область, злоумышленники напали на главред одного из местных интернет-изданий Романа Варшанидзе. Преступники поджидали его возле дома и начали жестоко избивать железными битами. Остановились только после того, как к подъезду подошел сосед журналиста. Злоумышленники спешно скрылись на автомобиле, но во время нападения один из них потерял брелок с ключами от машины с указанием номерных знаков. Благодаря этому троих налетчиков и удалось задержать. Сейчас в полиции выясняют, кто мог быть заказчиком нападения. Сам Роман Варшанидзе связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Говорит, его последние статьи посвящены нелегальным карьерам по добыче камня в районе. Особые трех злоумышленников установлены. Это жители города Черноморска. За данным фактом распечатано криминальное проведение за частью 2 ст. 345 Прим. Это погроза или насильство с тем, что журналистов. Думаю, что раз они уже переходят такую грань, то это говорит о том, что мы серьезно мешаем многим людям, которым не нравится, когда мы пресекаем их незаконную деятельность. Есть уже подозреваемые и в деле о взрыве на Грушевского во время празднования Дня Независимости. Об этом накануне заявил генпрокурор. По его словам, злоумышленники бросили взрывное устройство в грузовик с военными, но оно отскочило от борта и взорвалось, ранив трех прохожих. Впрочем, преступления до сих пор не квалифицировали. В день ЧП среди силовиков и вовсе возникла путаница с тем, как расценить произошедшее. Разлет в статьях от хулиганства до теракта. Вот краткая хронология. Взрыв прогремел около двух часов дня в центре столицы в правительственном квартале. В это время в двухстах метрах от места происшествия проходили переговоры президента Украины и шефа Пентагона. Для охраны порядка вывели рекордное количество правоохранителей – 6 тысяч. И хотя глава СБУ предупреждал о готовящихся провокациях, предотвратить их полицейские не смогли. После взрыва на место происшествия сразу же прибыл глава нацполиции Сергей Князев и секретарь СНБУ Александр Турчинов. Но версии о том, что же произошло, менялись едва ли не каждый час. Изначально в МВД взрыв назвали хулиганством. Спустя два часа в Совете нацбезопасности предположили – это теракт. И уже к вечеру в нацполиции открыли уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Буквально вчера генпрокурор сообщил – произошедшее квалифицируют только к понедельнику. Криминалисты проводят экспертизы взрывного устройства и только потом сделают окончательные выводы – «Умышленное убийство» это или теракт. Напомню, ответственность за охрану порядка во время празднования Дня независимости была возложена на нацгвардию и нацполицию. Безопасность украинцев, похоже, не приоритет для МВД. В ведомстве под руководством Авакова больше заботятся о сохранении системы круговой поруки. И эту систему необходимо разрушить. Так считает нардеп Сергей Каплин. Во время своей поездки в Запорожье лидер социал-демократов заявил, что требует разобраться, все ли чисто в истории местного адвоката Сергея Бута, который был пойман на взятке, но остался безнаказанным. В сговоре с запорожскими правоохранителями он вымогал деньги у подследственного и попался на горячем. Однако дело положили под сукно. Каплин уверен, от правосудия его уберег сын Дмитрий Бут, занимающий высокий чин нацполиции. Нардеп заявил, что обратился и в областную запорожскую прокуратуру, и в Генеральную с требованием провести тщательную проверку этой скандальной истории. В национальной полиции и в целом правоохранительной системе, в Министерстве внутренних справ Авакова, в Министерстве, працює и функционирует круглая порука. Будь батько, который является адвокатом, и которого следствия упоминала братья хабарей, будь сын, который покрывает своего батька, имеющий высокую серьезную посаду в национальной полиции. Мы начали, власне, очень серьезное расследование с приводом всех проблем, которые сегодня у национальной полиции и в Министерстве внутренних справ. Это и погоны, которые продаются за деньги Аваковым, это и оружие, которое продается за деньги Аваковым, это и рейдерство над политическими партями, которым занимается сегодня Аваков и Зеценюк. И мы обовязково покараем тех, кто, используя родственные связки, кто, используя круглую поруку в национальной полиции, покрывает один одного. А на курортах Запорожской области под видом элитного алкоголя продавали суррогат. Дельцы подделывали вино известных отечественных марок. Изысканные напитки бодяжили по нехитрому рецепту. Спит, разбавленный водой, плюс красители и реактивы. Продавали этот нектар в заведениях на побережье Азовского моря. Разливали в двух частных домах в селе Ахримовка. На логовике сотрудники прокуратуры обнаружили и изъяли 21 тонну спирта, а также оборудование, с помощью которого выпускали суррогат. А вот на берег Белого озера, самого живописного в Ревненской области, туристов все пытаются привлечь. Но добраться сюда – настоящее испытание. Дорога разбита. И местные власти объявили срочный ремонт. Правда, в конце курортного сезона. И по классической украинской схеме в асфальт укатали миллионы, а бездорожье осталось. Подробнее Инна Белецкая. Солнце только поднимается над горизонтом и купаться в озеро идут самые смелые. Мягкая глицериновая вода Белого озера еще не прогрелась. Здесь можно отдохнуть от городских забот, подышать чистым воздухом и насладиться кристальной лечебной водой. Одна беда – добраться сюда можно лишь по одной из худших дорог в Ревненской области. От международной трассы Киев-Варшава до Белого озера – 42 километра. Большая часть – ямы до ухабы и старенькая брусчатка. Но вот, наконец, власти радуют хорошими новостями. Начали ремонт. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет глава администрации области, который как раз отдыхает на Белом озере. Правда, то, что глава администрации называет ремонтом дороги к озеру, это всего два участка общей протяженностью чуть больше 6 километров. И это не самые плохие участки, говорят местные жители. А потому, что именно на ремонт этого участка был объявлен тендер, который выиграл регулярный победитель местных конкурсов – ривненская фирма «Фиалка». Еще до революции достоинства ее владельцы считались приближенными к областным властям. Но и после Майдана выигрывать тендеры компания не перестала. Только за 8 месяцев этого года она победила в конкурсах на общую сумму почти 200 миллионов гривен. «Фиалка» строит школы и спорткомплексы. Ну и, конечно же, ремонтирует дороги. Вот, например, залатать 2 километра до Белого озера обойдется бюджету почти в 5 миллионов гривен. Качество ремонта мы не будем комментировать. О нем скажут туристы. Хоть другой дороги на озеро попросту нет, покрыть смолой решили одновременно обе полосы. Часть покрытия машины уже увезли с собой. А с какими оно пролежит? Ни с какими оно не пролежит, я думаю. Ну вот глава области уже успел пожурить критиков на своей странице в Фейсбуке. Мол, это только начало работ и сверху будет еще один слой. Но почему из 42 километров дороги ремонтируют только 6? И стоят ли такие работы 12 миллионов? Алексей Мульренко уточнить забыл. Мы решили на память о стараниях подрядчика взять кусок покрытия. Благо, для этого не требуется никаких усилий. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ревнынская область. В Сумах жители города не позволили провести кулуарные общественные слушания о повышении тарифов на тепло и горячую воду. Сумма теплоэнерго уже в третий раз пытается формально провести обсуждение и на 50% увеличить расценки. Но не тут-то было. Чем закончилось собрание, знает Светлана Шекера. В Сумах несколько сотен жителей пришли на открытое общественное слушание, чтобы не допустить повышения тарифа в городе. За полчаса до начала заседания в коридорах администрации не протолкнуться. Люди возмущены новыми тарифами от Сумы теплоэнерго. Горячая вода по 80 гривен за куб. Отопление по 50 гривен за квадратный метр. У нас куб горячей воды 80 гривен. То есть я должен не купаться, должен свиньей быть. Пришел в грязи, сел за стол. Такая плохая организация мероприятия неспроста, уверены люди. Дескать, из-за таких невыносимых условий горожане быстрее разойдутся, а коммунальщики продавят свои тарифы. Ну что, подвал, вы знаете, там краще, прохладнее. Все назло народу, слуги. И когда зал все же открыли, в ход пошли кулаки. Ты что, я тебе сказал, честные слова. Не взрывайте, ты что? Да прекратите. Представители Сумы теплоэнерго уже в зале. Треть мест заняли их сотрудники. Люди из президиума в общем шуме пытаются зачитывать свои отчеты. Мы 22 дня, 75 километров. Его кто-нибудь чует? Но активисты не дают тепловикам провести заседание, чтобы потом на основе фейковых протоколов утвердить тарифы. Голоса коммунальщиков утонули в общем шуме. Под крики «гоньба» представители Сумы теплоэнерго покинули зал. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Общественные активисты рассказывают людям о фактах коррупции со стороны поставщиков тепла. В итоге полторы сотни горожан единогласно проголосовали. Общественные слушания считать недействительными и провести их позже. Считаем, что расчеты, которые подали Сумы теплоэнерго, они экономически необоснованы, не имеют под собой никаких обоснований. И будем бороться и защищать сумчан от тарифного геноцида. В прошлом отопительном сезоне в Сумах жители города платили потери 26%. Вообще невиданные. То есть там как минимум 15% монополистов вместе с городской властью воруют сумчан. По закону без общественных слушаний повышать расценки власти права не имеют. А пока счетами от Сумы теплоэнерго займется прокуратура. Там уже инициировали иски по перерасчету тарифов в сторону уменьшения. Светлана Шекера, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер, Сумы. Всемирный конгресс украинцев отмечает юбилей. В этом году ему исполняется 50 лет. Мероприятия пройдут в Киеве и Львове, а участие в них примут представители украинских общин из 28 стран мира. Цель празднования, говорят организаторы, рассказать о работе конгресса, его истории и планах на будущее и привлечь к деятельности организации международное сообщество. Поздравить диаспору в мистецкий арсенал приехал и президент Петр Порошенко. Даже когда некоторые политики в середине Украины втратили веру в то, что у нас будет безвиз, в то, что угода по ратификации с требованием подписать, которую украинцы вышли на революцию гидности, тоже может быть не ратифицирована за действия России, в том числе и за референдум, который был организован в Нидерландах. Я очень благодарю, что в высоких кабинетах и в диалогах с общественностью мы твердо чувствовали поддержку светового украинства. Сегодня СКУ вместе с своей международной мерой продолжает деятельность над следующими приоритетами. Первое – помогать Украине бороться российского имперского агрессора и раз на все отыскать свою территориальную целостность, которая включает повернение территорий Крыма и Схидной Украины. Трое украинских военных ранены в результате вражеских обстрелов. По сообщению штаба АТО возле Гнутова, по нашим позициям боевики били в течение трех часов. Стреляли также вблизи Зайцева и на участке фронта Авдеевка-Шахтов-Бутовка. На Луганском направлении, вблизи села Малиново, враги применили гранатометы. Подробнее наш военкор Ирина Баглай. Пристрелившись, вопреки режиму тишины, боевики методично бьют по позициям наших пехотинцев. Накануне здесь было горячо. Найомники обстреливали наших целый час. Был обстрел. Два РПГ. Мене в стену сюда бахнуло трошки. Ну, ущерба ніякого такого, чтобы сильно повалило. Тут укреплено уже капитально. Так что, с их стороны есть провокации. Но мы дотримуемся. В результате вражеского обстрела в районе Авдеевской промзоны двое украинских военнослужащих получили ранения. И навіть працював 82-мм миномет. Небагато, кількість была обмежена, 3-4 мины, але влучили прицільно по нашим позициям. За этим укреплением всего в нескольких десятках метров уже позиции боевиков. Свой передний край наемники с оглашением школьного перемирия превратили в театральную сцену и упражняются в актерском мастерстве. Бинокль не советовал бы. Чего? Потому что идут прострелы. Для снайперов, как такого затишья вообще нема. Снайпер працює, я не чути. Вражеские снайперы охотятся на украинских солдат, выманивая их на живца. За последние сутки боевики несколько раз почти в полный рост выходили на линию огня, как смертники вели огонь из автоматов, ожидая ответных выстрелов от наших пехотинцев. После неудачной попытки пошли на другие хитрости. С той стороны, выкидают колеса, гранаты кидают, и потом доповидают, что мы по них опрацируем. Так как они хотят спровоцировать, а мы на провокации не поддаемся. Чтобы обвинять вооруженные силы Украины в обстрелах, наемники используют и мины. Тем временем, воспользовавшись тишиной, удается рассмотреть линию обороны боевиков. На Ясиноватской развязке новые блендажи, территория перед ними заминирована. Перемирием противник воспользовался максимально эффективно. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Денинской области. Подробности телеканал Интер. Разгул криминалитета в Ивано-Франковске. В центре города, средь бела дня, в одном из ресторанов неизвестную устроили перестрелку. Ранен мужчина. В заведении находилась компания. Примерно из 10 человек, как вдруг к ним подошел мужчина и начал стрелять. Выпустив несколько пулей с дробовика, он быстро покинул ресторан. В полиции сообщили, что когда их наряд прибыл на место, там уже никого не было. Вскоре правоохранителям удалось задержать машину с тремя участниками перестрелки. Нашли и раненого мужчину. Он сейчас находится в областной больнице. Стрелявшего до сих пор ищут. В городе объявлен план перехват. По предварительной версии, причина конфликта – криминальные разборки. По той информации, которую сейчас выяснили, было три пострела. И одним из пострелов было ранено громадян. Он был доставлен присутствием товарищами здесь, в областную больницу. Насколько нам сейчас известно, проводится его оперативное втручание. Потому что есть ранения, проникающие. И, как нам сообщили лекаря, пострелы были сделаны с патронами, начиненными дробью. В Одессе масштабное ДТП. Одна женщина погибла, множество пострадавших. По предварительным данным, внедорожник Митсубиси выехал на встречную полосу движения. И там столкнулся с рейсовым автобусом. А его, в свою очередь, отбросило на маршрутное такси. В результате, серьезно пострадала женщина-водитель внедорожника. Позже она скончалась в больнице. Кроме того, травму получили еще 12 человек, включая пассажиров автобуса, а также дети, которые находились в салоне внедорожника. Неспокойная Европа в Бельгии и Великобритании этой ночью атаковали силовиков. Что это было? Теракты или хулиганства? Подробнее Татьяна Лугунова. Поздний вечер пятницы. Брюссель и Лондон. В столицах Бельгии и Великобритании практически одновременно произошли похожие инциденты. Вооруженные ножами молодые люди совершили нападение на силовиков. В Брюсселе мишенью стал военный патруль, который нес дежурство в самом центре города. Один из прохожих неожиданно достал нож и с криками «Аллах Акбар» набросился на военнослужащих. Он успел нанести солдатам легкие травмы, затем те открыли ответный огонь. От полученных ранений нападавший позже скончался в больнице. Его личность уже установили. Это гражданин Бельгии, сомалийского происхождения. Полиция квалифицирует атаку как теракт. Британские силовики с выводами не спешат, хотя там произошло почти идентичное нападение. Вооруженный ножом мужчина набросился на полицейских, которые патрулировали окрестности Букингемского дворца. Нападавшего задержали и в ближайшее время допросят. Но показательно, что расследованием этой атаки занимается контртеррористическое подразделение полиции Лондона. Несмотря на то, что сценарий похож, власти Бельгии и Великобритании не думают, что атаки как-то связаны между собой. Уровень террористической угрозы в этих странах тоже пока не повышают. Но охрана туристических достопримечательностей и государственных учреждений усилена. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Обменялись нелюбезностями. Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего центральноевропейского турне раскритиковал власти Польши. В Варшаве сразу же отреагировали, обвинив французского президента в некомпетентности. Из-за чего повздорили, расскажет Елена Абрамович. Польский народ заслуживает лучшего, чем нынешнее правительство. Такую ремарку позволил себе Эммануэль Макрон во время выступления в Болгарии. Вспомнил о Варшаве не просто так. Главная цель центральноевропейского турне французского президента – перетянуть на свою сторону как можно больше союзников в вопросе изменения трудовой директивы ЕС. Реформы, которые хочет заблокировать Польша. Польша не должна быть страной, которая указывает ЕС. Европа – это регион, созданный на основе демократических ценностей и гражданских свобод, с которыми Польша сегодня находится в конфликте. Макрон хочет избавить Францию и ЕС от так называемого социального демпинга, когда рабочие места на Западе занимают граждане восточноевропейских стран. Они соглашаются работать за копейки, а налоги платят своему государству. Наибольшее количество гастарбайтеров ЕС именно из Польши. Варшава на пути самоизоляции, заявил Макрон, и получил весьма критический ответ. Я стою здесь, в окружении министров иностранных дел Турции и Румынии. Некоторое время назад попрощался с генеральным секретарем НАТО, Йенсом Столтенбергом. Что означает? Польша не изолирована. Мы сегодня проводим важные встречи, так что президент Макрон невнимательно следит за новостями и не знает, что происходит в этой части Европы. Впрочем, французский президент давно пристально следит за Варшавой. Еще во время своей предвыборной кампании грозился наказать Польшу за нарушение основополагающих принципов ЕС. И сейчас страна на волоске от потери права голоса в Евросоюзе. Из-за скандальной судебной реформы, нежелания принимать мигрантов и вырубки леса в заповеднике Беловежская пуща. Брюссель предупредил Варшаву, что готовит санкции и дал на объяснение месяц. До окончания срока остались считанные дни, но в Еврокомиссии заверили, так и не получили каких-либо объяснений. Елена Абрамович, Вадим Свердонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. США приостановили выдачу визроссиянам из-за сокращения количества американских дипсотрудников в России. Об этом посол США в РФ Джон Тефт сообщил в своем видеообращении. По его словам, это вовсе не месть в ответ на российские санкции. После выдворения дипломата в американскому посольству приходится по-новому распределять кадры. Напомню, с 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз на территории России. Услугу возобновят в сентября и только в Москве. Наш дипломатический штат был сокращен до такой степени, что пришлось перераспределять кадровые ресурсы для решения целого ряда задач. И одна из них – выдача виз. Приостановка выдачи виз – это результат решения российского правительства ограничить численность наших дипломатов. А вовсе не ответ на эти ограничения. Напомню, в Москве считают, США ограничивают выдачу виз из-за недовольства действиями российских властей. И примут ответные меры, когда тщательно изучат шаги Вашингтона. Но не станут срывать зло на американских гражданах. Охрана с пустыми карманами у секретной службы США, которая отвечает за безопасность Трампа и его семьи, досрочно закончился бюджет. Слишком много потратили. Что будут делать? Дмитрий Анопченко знает все детали. Охрана, встает охрана. Впору затянуть офицерам, прикрепленным к Трампу и его семье. И действительно, у них сейчас куда больше работы, чем было при Обаме. Практически каждые выходные президент улетает из Вашингтона, отправляясь в свои резиденции во Флориде, Нью-Джерси или Вирджинии. И охрана летит за ним. А еще дочки Обамы сидели дома, а дети Трампа по всему миру устраивают бизнес-туры. И по закону их тоже необходимо охранять. И все командировки, в том числе и зарубежные, за госсчет. При Обаме такой привилегией пользовались всего-то три десятка человек. Но теперь у Сикрет-Сервис сразу 42 охраняемых лица. В том числе 18 членов большой семьи Трампа. Поэтому не мудрено, что деньги-то и закончились. Дошло до смешного. Тысячи агентов уже задолжали зарплату и командировочные. А на дворе еще только август. Вроде и экономили, как могли. И даже из Трамптауэра в Нью-Йорке, где еще со времен предвыборной кампании арендовали кабинеты, съехали. Но бюджет все равно проели. Одна из причин в отношении американцев к новому президенту. Никогда у Белого дома не было столько протестов. Вот количество секьюрити и увеличили, выводя людей сверхурочно. Или вот еще один пример. При Обаме туристы могли подойти просто к ограде Белого дома. Но после избрания Трампа, когда несколько протестующих попытались перепрыгнуть через решетку, мол, чтобы пообщаться с президентом и лично высказать ему свое недовольство, радиус увеличили, меры безопасности усилили. А это тоже требует денег. Просить их теперь будут у Конгресса, мол, примите бюджетную поправку, чтобы 1400 агентов секретной службы единоразово получили все, что им должны. А еще под шумок президентская охрана просит поднять им зарплаты. Хотя бы до 15 тысяч долларов в месяц. Дескать, перерабатываем. Но для конгрессменов, с которыми у Трампа и без того непростые отношения, все это гарантированно станет поводом не пожалеть секьюрити, а лишний раз обрушиться на президента с критикой, которой и без того хватает. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. На американский штат Техас обрушился мощный ураган Харви. Эксперты считают, что он может стать самым разрушительным за последние 12 лет. Что уже натворила стихия и как спасаются местные жители далее в нашем материале. Утро на техасском побережье после урагана Харви. Поваленные деревья, разрушенные дома, затопленные улицы и плавающие автомобили. Ветер скоростью 215 км в час, пришедший из Тихого океана, принес с собой проливные дожди. Метеорологи присвоили Харви четвертой из пяти возможных категорий мощности. Мы столкнемся с огромным и рекордным наводнением в некоторых регионах Техаса. Как вы знаете, этот ураган, по прогнозам, будет бушевать еще долго. Если вы находитесь где-то между корпус Кристи и Хьюстоном, особенно в низинах, вам нужно серьезно задуматься об эвакуации. Более 360 тысяч домохозяйств на Техасском побережье остались без электроэнергии. Отменили около 40 авиарейсов в каждом аэропорту штата. Морской порт Хьюстон закрыли. В прибрежном городке Рокпорт около 10,5 тысяч жителей обязали покинуть свои дома. Мы просто стараемся не терять надежду. Не думали, что ураган достигнет аж четвертого уровня опасности. Людей, которые остались в затопленных районах, спасатели просят быть осторожными. Под водой могут скрываться аллигаторы. В округе Форт Бент хищники уже выбрались на дороге. Ураган Харви признали самым мощным в штате за последние 12 лет. Для борьбы с последствиями стихии на побережье направили 900 спасателей. Администрация президента США также пообещала выделить дополнительную финансовую помощь от федерального правительства. С визитом в Техас приедет и сам Дональд Трамп. Президент постарается спланировать поездку в Техас как можно быстрее, на следующей неделе. По прогнозам метеорологов, не только Техас, но и Луизиана еще несколько дней будут охвачены стихией. В аналитической компании CoreLogic подсчитали, что ущерб от урагана может составить до 40 миллиардов долларов. Виталий Акушмирук, подробности, телеканал Интер. Какие санкции придумал Стивен Кинг для Дональда Трампа? Чем обернулась для норвежца съемка грозы? И в каком аэропорту предлагают переночевать в космическом корабле? Об этом и не только в нашем обзоре. Никаких клоунов, Дональд. Стивен Кинг запретил президенту США смотреть экранизацию своих новых книг. Об этом он написал в Твиттере. Еще в июне Дональд Трамп заблокировал писателя в этой соцсети. Запрет на просмотр фильмов – ответные санкции со стороны Кинга. «Иди поплавай в одиночку», – советует мастер ужасов Трампу, намекая на сюжет фильма «Оно». О Мане состоялся первый в Ердане цветной забег. Марафонцев на бегу обсыпали разноцветными порошками. В благотворительном забеге приняли участие около тысячи человек. Одни, говорят, бежали, чтобы помочь нуждающимся. Другие – просто, чтобы повеселиться и отвлечься от серых будней. Собранные деньги организаторы пожертвуют для больных раком. Норвежец снял на видео удар молнии в свой дом. Вместе с другом он снимал молнии, когда одна из них ударила прямо в террасу, где и стояли видеооператоры. На записи слышен звук, похожий на выстрел, и видна вспышка. Никто не пострадал. Видео уже набрало больше миллиона просмотров на Ютубе. Пользователи отметили сдержанную реакцию норвежцев на инцидент. Ни криков, ни руганий. Просто посоветовались и решили, что пора уходить. В океанариум в Рио-де-Жанейро привезли двух самцов бычьи акулы. Хищники Дональд и Гастао будут соревноваться за внимание и любовь двухметровой акулы Маргариды, которая уже живет в океанариуме. Все для того, чтобы сохранить вид, который находится под угрозой вымирания. Мясо бычьих акул очень нежное и вкусное, поэтому рыбы часто становятся добычей браконьеров. Но и сами акулы-быки частенько нападают на человека. Это одни из самых агрессивных обитателей морских глубин. Нет, это не кадры из фильма о будущем. Это аэропорт Мехико. Зал ожидания здесь оборудовали двухуровневыми футуристическими кабинами. В каждой из них удобная кровать, телевизор, кондиционер и зарядки для мобильных устройств. Все комнаты одинаковые и похожи скорее на космический корабль. Ночь в капсуле ожидания стоит 39 долларов. За час отдыха нужно выложить 9 зеленых. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин